Максим Приходько Максим Приходько Зимы, зимы советской Зимы, зимы ждала природа Снег выпал только в январе И только самое умное добавляет на третье в ночь Да, ну вот зимы, зимы ждет природа Кстати Во времена Пушкина готовили лошадь к зиме Правильно Вот с этой исторической такой краткой справочкой Мы начнем, а потом как лошадь современную готовить Да Ну и как? И готовили лошадь Ну вот кто чистил дорогу? Самое смешное, что дорогу получается никто не чистил Как? Что я только не перерыл Ты видел хоть одну Ну какую-нибудь картину Какого-нибудь великого художника Где стоят с лопатами крепостные Или кто-то там Мне на память только последний кабаку заставят Да Приходят, бедные дети И чистят какой-то там тракт проезжей Ну не чистят Я вот ни разу такого не видел Кого я только не спрашивал Мне объясняют так У лошади, говорит, ноги были длинные И она провалилась до нужного А, ну то есть Сколько на ногах? И шла совершенно спокойно И чем больше было снега, тем даже лучше А вот все эти повозки и кареты Потому что если между зимой и летом проехать было нельзя То зимой можно было проехать куда угодно Справедливо Ну а как в этом случае, я не знаю, воски, кареты, что там Да конечно по снегу все Нет, ну их как-то готовили, зев? Ну готовь там, что они летом там Это задолго Пушкина история Да, да, да Ну в общем случае, там мы сняли карету с колес Как бы мы сегодня сказали, с рамой И что-то И поставили вот это самое полосе Я не знаю, но стекло солью протирали, нет тогда? Я думаю нет Нет? А что смотри? Ну это не барское дело Твое дело сесть, вот так вот укутаться и И крикнуть, гони! Да, и крикнуть, гони! Вот мы сегодня и погоним Значит, для тех, кто еще не догадался, о чем мы сегодня будем говорить Мы сегодня будем говорить, стоит ли готовить машину к зиме А если стоит, то что, какие действия нужно предпринять? Давайте посмотрим небольшой такой почти суточный сюжетик на эту тему А потом вперед Что думает народ? Нет, народ после Сначала мы, так сказать, затравочку Это просто затравочку? Затравочку Затравочку Граждан попадают автовладельцы на новых автомобилях А вот когда машине уже по паспорту далеко не первый год, то здесь уже необходим комплексный подход Во-первых, настоятельно рекомендуется проверить состояние тормозной системы и технических жидкостей Последние, в свою очередь, необходимо менять не реже, чем раз в два года За исключением, конечно же, масла, которое меняется по регламенту, исходя из пробега автомобиля Во-вторых, необходимо проверить состояние зимней резины Ведь даже при небольшом пробеге покрышки из года в год стареют Резина усыхает, трескается, становится дубовой и теряет необходимые рабочие свойства Также сейчас на рынке аксессуаров есть много полезных и не очень вещей Которые помогут вашему автомобилю и вам, в частности, проще перенести зиму Например, специальные зимние щетки Или присадки в топливо для беспроблемного запуска двигателя при низких температурах Есть даже специальные зимние наборы В которые входят провода для прикуривания, мощные зажигалки для отогревания замка гаража И прочие инструменты, которые предназначены для борьбы с суровыми российскими зимами А, завелась все-таки, да? Миш, скажи, пожалуйста, вот, наверное, с чего начнем Но понятно, что те, у кого машины старые, их, наверное, в большей степени касается Чтобы она не подвела зима Но если у меня новый автомобиль, дилер на гарантии, дилер мне его обслуживает То мне, в общем-то, смена вот эта вот сезонная, как бы, ну вот так Дилер позаботится, что я буду думать Я думаю, что люди, в общем-то, так сейчас к этой проблеме относятся У меня новая машина, если что сломается, я выйду на телефон Позвоню, куда надо, и пускай сами возятся То есть, правильно, я понимаю, что лопата, валенки, трос, там, что не знаю, термос, кофе, там, песок, мешок, чтобы вот там подсыпать Это все уже бессмысленно Ну, я человек старой закалки, поэтому, если мне нужно будет даже на новой машине ехать куда-то, скажем так, не по Тверской улице, а хотя бы пару километров в сторону от трассы То... Маленькие лопаты возьмут Да, то я все-таки подумаю А вдруг тут не будет сейчас сотовой связи, а вдруг мой моторчик заглохнет, ну, сам предательский, что я буду делать? Через 20 минут мне стоит очень холодно Куда бежать? Куда? Что делать? Тогда вот я и спрашиваю тебя, ну, а стоит ли полагаться вот на волю Божью и волю дилера и на его совесть, что он все сделал и зимой мне никаких проблем? Или же вот все-таки надо поинтересоваться, вы непосредственно, а что еще вот такое... Ну, по идее, насколько мы с тобой знаем, дилер ничего такого специального к зиме-то, в общем-то, никогда и не делает Разве что помогает тебе переставить летнюю на зимнюю резину и наоборот Вот это... А можно сказать справедливо, что ваш автомобиль сертифицирован для эксплуатации в России с температурами от... Минус 27, там, или минус 30, до плюс 50 Ну, честно говоря, это, по-моему, такая загадка большая Вообще наши автомобили сертифицировать на что они или нет, которые продаются У меня такое чувство, что нет Потому что если взять ту же проблему с топливом То в каждой второй инструкции будет написано, что бензин должен соответствовать, там, требованиям, там, ЕН-228 Мы не знаем, что такое ЕН, мы не знаем, что такое 228 Мы не знаем, соответствует ли это наше топливо этим самым ЕНом И лучше об этом не думать Но, с другой стороны, производители всегда говорят, что хороший автозавод, он всегда гарантирует пуск до, там, минус 27, ну, крайне 30 А дальше уже... Ну, в общем-то, гарантирует, ну, что нам делать На это можно полагаться? Ну, а зачем на это полагаться? Да, полагаться, а сегодня не 25, а 26, дальше что? Ну, наши с тобой действия какие? Ну, конечно, мы понимаем, что есть какой-то запасик И 25, это там плюс-минус несколько градусов, все, можно Но если там уже минус 35, то как-то уже становится стрёмно И тут самые психованные владельцы начинают что-то такое выдумывать Либо они вскакивают ночью и бегут греть свою машинку В расчёте на то, что она с вечера ещё не успела очень сильно остыть И если я там сейчас одену, там, тапочки, побегу вниз И посижу, там, минут 10 в машине, она там какое-то время покрутится, потарактит То всем станет легче Ну, а что от нас ещё зависит? В общем-то ничего Тогда вот, что я хочу тебе сказать Наверное, это будет общим правилом Я имею в виду вот следующую вещь Перед зимой, да? Большинство, так или иначе, ну, понимая, что всё-таки сейчас будет так с плюса на минус резко, да? Они пытаются как бы интуитивно понять, а что надо к автомобилю ещё? Ну, помимо зимних колёс, да? Вспоминается, на ум там, я не знаю, ну, что первое, что приходит, это вот те замечательные провода-крокодилы Которые очень любят дарить на 8 марта женщинам и наоборот У меня радостное известие Так? Очень радостное Какое? Ну, когда я в последний раз проводил тест этих самых проводов для прикуривания Так Это была статья в журнале «За рулём» Так Ну, там мы обычно расставляем первое место, второе место, самое последнее место Не шумный отрас Да, то вот, нет, это было в прошлом году А Но на первом месте я оставил просто пустой квадрат с большим знаком вопроса И написал, что все ваши провода, в общем-то, барахло И если кто-то сможет сделать хорошие провода, то будьте любезны, как-то надо Дайте знать Да, там пришлите, подарите, там продайте Неужто такое нашлось? Мы не можем говорить фирму, ты скажи, это наш поставщик или опять Тайвань, Китай и так дальше? Что ты импортный? Это самый обидный вопрос, какой ты мог задать До сегодняшнего дня я считал, что это наш Так Это такой хороший подмосковный город Мы не будем говорить, что там где-то жил Солковский Так Ну, есть такой город, я не помню Ну, есть, так Как он называется, мы фирму не называем Так И вот действительно завод, который находится в этом городе, сделал этот замечательный комплект проводов Который выдерживает минус 50 У которого замечательный крокодилок Который выдерживает А пайка вот это вот, самый слабый Который выдерживает ток, любой Ой Падение напряжения в норме Соответствует нашему ГОСТу Идеальные провода Вот просто всем вот готов сказать Ребята Вот только такое Мы сделали Ну, буквально сегодня я все-таки позвонил в этот уважаемый город И все-таки спросил А точно? Я спросил, сколько стоит ваша провода Я начал ту историю, я просто спросил, сколько стоит провода Вместо этого они сделали ошибку И прислали мне ссылку на сайт Так Я полез на сайт Первое, что я увидел, что кейс, в котором лежат провода, оказался итальянский Ну, упаковка-то ладно Что мне немножко испортилось Нет, ну немножечко Я думаю, ну ладно Мы у них купили чемоданчик А провода Ну, начинка-то Да, но провода-то наши Так Ну, дальше я начал задавать вредные вопросы В общем-то, завод все делает сам Но провода он купил при этом в Турции Ой А крокодилы в Италии Ну, сборка хоть наша Ну, сборка наша И мы с моими руками собрали лучшие провода Какие только есть на рынке Да Это глобальный корпорация называется Это хорошо Прекрасные провода, честное слово Ну, купить такие замечательные провода Это полбеды А ты знаешь, вот из своей практики Умеют ли люди ими пользоваться? И вообще, как правильно надо прикурить машину зимой? Уж если дело дойдет до этого Сейчас же сплошные контроллеры, инжекторы Значит, всякие эти компьютеры и так далее И так далее Спалить-то ничего не стоит Спалить, может быть, даже ничего Может быть, это не так и страшно Но ни один владелец серьезной машины Тебе прикурить не даст Потому что он не найдет то место, куда... Во-первых, он не найдет то место Во-вторых, ему дилеры, инструкция И все умные дяди-тети В один голос говорят Ни в коем случае не давай никому прикуривать Благинный намерение Да, ты не знаешь, что у него там вообще творится под капотом И если после этого у тебя что-то будет не так Ну а каким образом от меня ушло хорошее туда? Что оно назад вернется? Ну, какие-то бешеные выбросы по напряжению Сточки Да, дальше можно только фантазировать Но это реально или нет? Ну, мне кажется, это так Один случай на 10 тысяч Полагаться не у него не стоит? Да, ну... Тогда скажи, как правильно прикурить? Ну куда? Минус к минусу, плюс к плюсу Наоборот, там, к массе, там, от массы Что это такое нуждет? Нет, ну... Все просто, в определенной посредстве цепляем сначала Автомобилю, это самое, донору Плюсик его цепляем на плюсовую клемму аккумулятора Потом минус его батареи цепляем на массу двигателя Ну, то есть самый толстый же Стартер, да, вот самый же Если найдете железку Если вы сейчас откроете капот, там, извините, пластик Извини, да? Да, и на моей машине, допустим, аккумулятору просто так не подлеешь То есть это тоже отдельная крышка Чтобы подвезть крышки, нужно вот такую дизиночку отогнуть Вот такой пластмассовый болтик открутить Потом вот это отодвинуть Вот так снять Потом понимаешь, что к этой клемме не больно ты подцепишься Потому что к ней доступа нет И, в общем-то... Слушай, это та же, что они... Позвоните, как раз написал, никому прикуривать не давай Ну, значит, если тебе нужно, то ты как-нибудь туда и подберешься Кому-то, ну, как-то... Не стоит Да, и вот так вот Человек-человек и друг Вот так и остается Обидно, но факт Обидно, но факт Скажи, а вот когда всякими этими историями пугают, что зимой Тасол антифриз, там, традота Смотрите, какой он по плотности А то закипите в пробке Это будет двойная У меня сегодня как раз были представители одного очень серьезного химического концерна Ну, они... Они пришли не с пустыми руками? Они пришли со статьей Я им еще пытался объяснить, что вряд ли эта статья появится в журнале Потому что она слишком умная И, в общем-то, нацелена на то, что Вы смотрите только, что творится в нашем рынке Какие безобразные антифризы стали продавать Но не антифризы по науке, а охлаждающие жидкости Антифризы это уже сленг Ну, не такой сленг, как Тасол Но все-таки Да, но все-таки В общем, охлаждающие жидкости Ну, я все это внимательно выслушал и задал только один вопрос Джентльмены А как же мне, темному, тупому, в магазине Отличить хорошую охлаждающую жидкость От не очень хорошей, о которой вы вот тут написали Что они ответили? И уважаемый замдиректор тут же сказал Ну, можно взять ориометр И тут я замахал руками Блестящий ответ У всех в кармане есть эта штучка Да, я слово ориометр еще, конечно, помню Но, по-моему, это уже ругательство И самое главное, что даже если я умею им пользоваться То я боюсь, мне это удастся только после того, как я оплачу покупку Открою крышку И куплю канистру Продавец на меня кисло посмотрит И скажет Слушай, сэр, отойди, пожалуйста Вон туда И там И там Кунай свои ориометры Все, что хочешь Как же нам быть-то в этом случае? Ну, как всегда Ну, в общем-то Прислушиваться к тех, кого мы Хотя бы немножко считаем авторитетными в данной области Ну, а что еще делать? Надо кого-то слушать Как говорим попуга Если что-нибудь не знаешь, надо кого-нибудь спросить Правильно? Ну Справедливо Ну, прочитай какую-нибудь статью Я не знаю Там, где, допустим, что-то проверяли Там продажный этот журнал, не продажный Мы не будем об этом говорить Но это хоть какая-то информация Ну, прочитайте пять журналов Если какие-то Известные связаны Да Если какие-то аргументы вам покажутся более серьезные Наверное, все-таки к ним придется прислушаться Вот сколько я не так в быту с друзьями, коллегами не спрашивал эту тему Как готовишься в этом земле В основном все и вспоминали Колеса Ну, колеса это Ну, по умолчанию Объяснять не нужно И вот, так сказать, наиболее продвинутые говорили Да, еще вот особо хорошо глянуть Его уровень там Утекает, не утекает и так далее Но больше ничего Буквально сегодня мой коллега Сидящий напротив меня Я, как всегда, вспомнил один случай из практики Потому что буквально вчера Он ехал на своей машинке Так ВАЗ-21, по-моему, 10 Так И вдруг понял, что Из дифростеров Вместо теплого воздуха Идет совсем-совсем Ну, еще не зимний Вот-вот Но то, что холодный, это точно Тут ему стало плохо Потому что Его инженерные мозги Сразу ему пронисовали Что случится там Через 5 секунд Через 10, через 15 Сейчас он вот тут остановится И он остановился сам Открыл капот И радостно вздохнул У него всего лишь в бачке Не было антифриза О котором мы только что говорили А поскольку он туда не лазил давно Ну, он просто Ну, нет антифриза и нет А раз антифриза нет То нет тебе тепла Жидкость не ходит по этому контуру Нечего передавать Воздух, тепло Так передавать не умеет Как жидкость Но у него Было в багажнике что-то такое Долил У человек старой закалки Он все долил Пустил Там что-то такое перемешалось Воздух опять пошел Он доехал до дома И все было хорошо Мораль простая Если вы ничего не принимаете в машине Ну, пытайтесь проверить Хотя бы уровень охлаждающей жидкости Там где-то возможно Вот смотри Вот я почему сказал Что зимняя резина И уровень Тасола в бачке Потому что ведь больше никто Ничего не предложил Каких-то еще волшебных Каких-то действий с машин Я это к чему? У нас есть опрос Ну, как ты знаешь Всегда по традиции Мы спрашиваем И это совершенно неподготовленный Водитель москвич Я думаю, что сейчас скажешь одно и то же Вот ты подтвердишь Либо я ничего не делаю Либо я меняю резину Но это я так думаю Если ты так думаешь Давай дождемся Результаты голосования А потом ты прокомментируешь Дайте нам, пожалуйста, оброс Который звучал сегодня так А как вы готовите автомобиль Свой к зиме? Пока еще не готовят А как будете готовить? Резину поменять Чуть Масло подходит Менять надо будет Ну, езжу в техцентр И ставлю зимнюю резину Меняю резину Больше особенно ничего не делаю Проверяем Проверяем аккумулятор Это охлаждающую жидкость Меняем Смазываем там петли Впрочем Всякими замерзающими Жидкостями Все? Никак Резину-то поменяю Все Меняю эти шины Все Больше ничего не делаю Погадываем специальными защитными средствами Надеваем зимнюю резину прежде всего Резину буду менять Перебываясь Зимнюю резину Все? Все? Пока никак А как будете? Ну, резину буду покупать зимнюю Все? Да Ну, я сейчас объясню одну вещь Чтобы было телезрителям понятно Потому что за спинами этих замечательных наших респондентов Солнышко яркое И как бы до зимы еще далеко Да? Ну, я тут должен сказать Что, ну, во-первых Готовься не летом Да? Да А во-вторых Ну, как бы Плох тот автолюбитель Который не озаботился своим завтра А свое завтра у нас это зима Поэтому вот скажи Из этой серии ответов Тебе что-то Ну, вдруг Что-то показалось Странным Удивительным И так далее Нет Я именно это и ждал Кроме одного Что, наконец-то Наши люди научились Хотя бы зимнюю резину Да Все знали слово зим Зимняя резина Слава Богу Этому можно радостно А в общем-то Ну, что еще человек может сделать Ну, кстати К вопросу О проводах Сейчас В продаже появились Очень интересные изделия Такие маленькие Беленькие коробочки Стоят они Примерно Четыре тысячи Их назначение? Это, в общем-то Пускач Это пусковое устройство Внутри находится Маленький И жутко Емкий Аккумулятор И вот такая Вот беленькая Коробочка Реально Пускает Практически Любой мотор А куда ее можно Даже мощный Дизель Просто на клемму Аккумулятора Старше все Да От нее можно Заряжать всякие Сотовые телефоны Но он мучен Это все ерунда Ну, естественно Но когда вот эта коробочка Крутит мотор Огромного такого джипа Многолитровый Это я сам проверял И она действительно Умеет это делать Она не всесильная Она ее там будет крутить Не там Полминуты Не минуту Но Несколько секунд Она совершенно спокойно Это выдерживает Это одноразовая история Или нет? Потом-то этот бешеный Емкость аккумулятора Значит Если великих инструкций То каждая такая коробочка Рассчитана Как они пишут На 10-20 пусков А потом Нет Ее надо залежать Нет У нее блок питания Втыкаешь в розетку Ждешь Там светодиодики Вот когда все 5 загадятся Значит полный заряд Ну, когда там 4, 3, 2 Значит Мальчику сдал Вот это такая маленькая коробочка Которая очень нелишная Просто иметь И пусть она лежит Понял Хорошая Да, мы будем думать об этом тоже Очень полезная игрушка Ну, конечно, жалко 4 тысячи платить Ну, с другой стороны Вот 4 тысячи Ну, как говорил один начальник Не будем называть фамилию Я за такие деньги Новый аккумулятор куплю И отсюда Ну, если у тебя в дороге там Новый аккумулятор То есть не пойдет Плавно переходим к аккумулятору Никто из запрошенных Ну, еще раз повторю Да, это было еще когда-то зимы далеко Но, тем не менее Люди же на шаг 2, на 3 Прогнозируют свое будущее Ну, ты старайся в этом случае Никто не вспомнит про аккумулятор Ну, а что Иди покупать новый аккумулятор Потому что Хотя бы Вообще узнать, жив он там или нет Ну, жив или Как мы определяем Жив он или не жив Как мы определяем А только по звуку Он делает или не делает Если делает, значит жив Это ж неспроста Это ж неспроста Если он делает, значит он жив Слушай, ну, а есть сейчас продажи Что-то не то Аккумулятор на батарее Которую можно как раньше Спокойно посмотреть Там проверить плотность Или это уже все ушло? Это ушло Ну, во-первых Ты сейчас опять вспомнишь Извините Ариометр Ну, опять-таки От которого мы уже Ну, хотя бы Слушай, ну, вот эти вот истории Когда ты смешиваешь Это колодец А там какой-то Нет, сегодня у нормальных батарей Уже там некуда смотреть Нет ничего Это такой черный ящик Две клеммы торчат И больше ничего не надо Он либо живой, либо не живой Ну, в общем-то И слава богу Чем меньше человек Неквалифицированный Куда-то пытается влезть И что-то там правее Тем, наверное, лучше Аккумулятор В общем, в самом деле Хороший Слушай, отличная история Вот если жик-жик-жик Бодренько звучит Значит, все нормально Если у-у-у-у Правильно я перевел? Абсолютно правильно То, значит, уже Да Ну, это, мне кажется Вот даже Вот тут показывают Такую самую Девушку симпатичную Которую не очень хочет Думать о том, что зима Но она, знаете По слову, колесо Но она споги зиму не купила Но она вообще так же поймет Что если вчера Мавченко Делала ж А сегодня у То что-то Что-то, мне кажется Должно шевельнуться в сознании Что это у Завтра-послезавтра Перерастет У И после этого придется Придется что делать? Придется брать сотовый телефон До которого мы никак не дойдем Мы об этом уже с тобой говорили Мы говорили, да Зимой обязательно Его каждый день, конечно, все возят Но сотовый телефон Зимой обязательно полезен Он должен быть исправен А исправен в смысле заряжен И поэтому нужно возить не только сотовый телефон Но и зарядочку автомобильную Ну опять, если вы сдохли между этой деревней и этой И у вас там всего одно деленьце на вашем телефоне То будет совсем обидно Ну где вы там найдете телефон? Ну нигде Вот А нужно как-то позвонить знающему человеку И сказать, слушай Ты вот там Эвакуируй Ты вот там сидишь в тепле Да Между прочим А я вот тут Замерзаю А я вот тут замерзаю И дальше это его уже проблема Понятно А вот смотри Ну как бы это общее такое правило Но тем не менее Автомобилисты перед зимним периодом Ну вне зависимости Я знаю таких просто Вне зависимости от того, какой пробег там Ну я имею ввиду от ТО до ТО Там где смена масла Мы сейчас к этому подходим Они всегда говорят О, зима Мне чтобы все это вот Аккумуляторная одежда есть Но надо ему помочь хорошим маслом Вот это вот самое хорошее масло Это какое оно для зимы Правда Вот по Вот это вот Там же вот цифир такая вот До сих пор Да никакое не надо Сейчас все дилеры Они уже Это дилеры Это дилеры Если новый автомобиль Голова не болит Просто приехал, сказал И мне что-нибудь там зимеет Сейчас, как показывает статистика Все дилеры льют примерно Одно и то Одно и то же масло 0W30 Даже вне зависимости от того Что написано В Талмуде Рекомендации Да И когда их спрашиваешь Что ответ один Ну Мы дилеры Мы вам залили Вы что, собственно, лезете Мы залили хорошо У меня автомобиль не новый Бэушный Дилеров у меня нету Я его ремонтирую Ну либо сам Что по мелочи могу Либо, значит, где-то Какие-то Сторонние сервисы Которые там Влечный тебе придет В голову Ближе к зиме Заливать какой-нибудь Там 10-40 Там или не знаю Какое Ну какое надо Где вот эти цифры Буквы Какое Чтобы эта первая циферка Была 0 Хуже не будет Точно Ну, для примера Скажи Одными словами На русский переведи От минус Нормально Не надо забивать себе голову Конкретными градусами Это самые низкие градусы Какие на сегодня Тебе способны Обеспечить Хозяйственное масло И все Если у тебя с этим маслом Не крутится Зачем не повезло С другой боку А минеральное Или синтетическое А ты минеральное Современное масло Просто не найдешь Нужной группы качества То есть Масло Отличается Не только Вот этими самыми 0, W А там еще есть Какие-то такие буквки SL J, S, N Вот это вот Чем больше последняя буква Тем круче Масло И любая Буква Более высокая Она заменяет Все буквы Которые до нее Предыдущие Да, если у тебя там В искусстве написано Какое-нибудь там S там L А ты купил S, N То ты молодец Вот это масло Оно по всем параметрам Лучше того Тут Ничего быть не может Заливать масло Имеешь только то Какое тебе Если бы рекомендовал Отец родной Изготовитель твоего автомобиля Если бы он написал Группа качества Не хуже S, N То Так тому и быть То так тому и быть Ты должен купить баночку На которой написано Вот это самое S, N И следить Чтобы тебе дилер Тот самый залил Я помню Однажды Когда мы говорили С тобой О запчастях Ты сказал Что чаще всего Подделывают В том числе И вот эти щетки Ну мы плавно Идем к этому Дошел черед до счета Да не то что подделал Просто плохие дела Это все Все он расстроен А где хорошее то взять Ну мы же Должны что-то такое Народ посоветовать Хорошее Нет, а народу что Тут к сожалению Все советы Они Звучат немножко схоже Само громкое имя Мы по всеми разу И громкое имя тоже подделывают Нет Ну Что делать Ну хорошо давай Что мы в последний раз Где взять вообще Хороший товар Любой Аккумулятор Там щетка Ну где его купить то Где Я не знаю где Я не знаю где А где же ты покупаешь Это для своих тестов Так Я для тестов Иду в магазины Покупаю Если мне достался Плохой товар Что я потом выясняю Я пишу Что вот у меня там фирма Такая-то куплена Фирма Пупкин Из Европы Она как-то Себя повела не очень А потом из-за Говорит У нас мол Супер-пупер товар А вы говорите Что плохое Да А как ты говоришь А вот я купил магазин Нет А они что Вот обычно Я им как раз задаю Этот вопрос Я говорю Самые Джентльмены Я с вами согласен Давайте мы перепроверим Ваши изделия Давайте мы возьмем 10 ваших Изделий Только я их сам Опять куплю Мы их все перепроверим И мы Напишем статью Которая посвящена Именно вашей продукции И уж Соглашается? Нет Еще ни один не согласился Мне обычно предлагают Принести на тест Я говорю Вы принесите мне одну Остальные 9 я сам куплю Я в этом магазине куплю В этом В этом В этом Ну да И есть контроль Объясняют мне Что мы за продавцов Ответственность не несем Ну после чего У меня Главный аргумент В таком случае Будьте любезны Назовите мне И всем покупателям Адрес Которому продают Заведомо Ваше изделие Заведомо Должного качества На этом взаимок Кончается Потому что они начинают Говорить Мы плотно сотрудничаем С торговой сетью Такой Торговой сетью Такой А включаешь Не работает А в общем-то Они понимают Что На эту тему Со мной лучше не спорят Ну что Это неужели 21 января Это какая-то лотерея Казалось бы Хвостик и резиночки На металлический каркас Ну или без каркаса Я же высказал В свое время Своё мнение По этому поводу Что к сожалению Сейчас все идет К тому Что машину Тебе спокойнее Это дорого И даже если она не новая Ну я считаю Что да Почему Дороже же Дороже Но ты этим самым Вот как бы Все собственные вопросы Ты снимаешь Это не ты купил Барахло Это тебе поставили Это тебе поставили Ты приедешь к нему И выкатешь Претензию Дорогой Ты вот мне вчера Тут Щетки поменял Ну мало вероят Что он тебе щетки менял Ну хотя Мне к щетке Там поставить тяжело Там какие-то крючочки Замочки Купишь А там вот самое Не подходит Они крепятся Не так обидно будет У кого-то есть Переходники У кого-то нет А это ты выяснишь Только после того Как купил А это он тебе сам там Пойдет Померит Если не то Он их обратно положит Другие возьмет Это он отвечает Ну согласись Что с какой-то точки зрения Это в общем-то Всем проще Хотя и дороже Хотя и дороже Дороже Да унизительно платить деньги Многие говорят Что я вот мужик нормальный Чего-то я к нему поеду В этом случае Ты сам ведешь На себя ответственность За свое успокоение За спокойствие семьи Что у тебя машина в дороге Там Не начнет Да вот Видишь Что же Я не скажу Что ты вот Да-да-да Такой здоровый Да Вот там сосед поехал На дилер У него все работает А ты не можешь заработать На дилера Поэтому ты тут сам возишь И вот Увы А ты еще делать Ничего не умеешь Так бывает Руки тебе растут Кривые Ну растут Где-то там наверное Ну бывает Хорошо Я не помню Что говорят в этих случаях Я тебя потом Освежу в памяти Слушай А вот эта вот история Ну больше всего Я думаю В нашей стране Зимы Так сказать Ну как-то с опаской Ждут владельцы Дизельных автомобилей Расскажи мне Вот про эту Всякую роду Автохимию Да Размораживатель И все прочее И ведь бензин Да тоже бывает зимний Ну бензин бывает зимний Но ты видел Где-то бензин Который замерз Я не видел Ну я видел Только не здесь Я знаю Что бывают зимние бензины Но реально В общем-то Если тебе зальют летний Ты тоже поедешь на нем Там отличается Число легких фракций Но это все Такая химия пошла Это ловля блох Хорошо А вот если ты летний соляр Зимой зальешь Тогда Вот тут ты приехал Дорогой Тут ты приехал По всем статьям Утром ты Не заведешься Никаким чудом Никогда Это я охотно верю И дилер тебе ничего не сделает И сервис тебе ничего не сделает И вот тогда Я должен Ну просто тут Как это дилер У нас был коллега Которого однажды Залили В большой Топливный бак Да Дис топлива Что ему сказали Ну надо отогревать Его притащили на веревке Он там оттаял А потом Ему сказали Слушай дорогой Ты покатайся вокруг Намотай километра Сколько у тебя Там бак большой Да Километра в семьсот Восемьсот Проезжай У тебя это топливо кончится Потом Ты залей хорошее Если где-нибудь Подчеркиваю Где-нибудь И все будет хорошо Я поэтому тебе хочу спросить Налицо как бы дилемма С одной стороны Большинство автопроизводителей Комплектуя свои машины Вот с дизельным мотором Они там в памятке В руководстве Константинских пишут Ни в коем случае Никогда не заливайте в бак Всякого рода химии Которая помогает Трам-трам-трам С другой стороны Любой автомагазин Да Где есть раздел Автохимии Там вот этих Баночек Примочек И баллончиков Пруд-прудей Да Ну антигелия Это опять-таки Это все средства профилактики Если у тебя топливный бак Уже замерз Бак замерз Магистраль замерз Я понимаю Что тогда все швак И ты берешь Это самый флакончик И с дрожащими руками Пытаешься его куда-то влить То ты сам поймешь Что ты не то делаешь Как вот это Ну то есть Полное противоположность Одни говорят Не надо А другие говорят Да ну ладно Смотри сколько мы выпускаем И ничего Хуже то не будет Не хуже не будет Люди Будет хуже или не будет Вот что я хочу выяснить Не хуже не будет Хуже не будет Ну на самом деле Нужно хорошее топливо Где-то брать А где его брать Это лично для меня загадка Сколько лет Слушай ну есть эти места Хоть в стране Ты же не только в Москве Делаешь забор Каждый год 31 декабря Мы с приятеля Уходим в Ваню Вот каждый год Где-то там 1 декабря Я сажусь за руль И еду по окрестным Или далеким-далеким колонкам И покупаю там дизельное топливо Ну и Либо вокруг Москвы Либо куда-то в сторону Архангельской Там ну уж как получится И единственное испытание Все что мы делаем Мы разливаем это топливо По маленьким таким мерным Стаканчиком Промерочком Как их назвать И ставим в морозильник Вот единственное испытание А через несколько часов Открываем морозильник И смотрим В каком стаканчике Что-то жидкое А какой стаканчик Можно вот так вот перевернуть И оттуда в лучшем случае Что-то такое потечет Ну примерно половину-то барахло Причем я в последний раз ездил Я на каждой заправке Честно спрашивал У вас зимнее топливо Точно Да-да-да Вот смотрите Грунду Вот видите Вот видите Вот видите Написано Я говорю Ну видишь Да действительно Ну у нас вообще У нас такого не было Так что выходит тогда Превентивные меры Всегда с собой возить Для тех у кого дизельные моторы Вот этот баллончик И перед каждой заправкой Туда заливать Ну это Я не знаю Поможет Ты не знаешь Как бывало Гуэт А ты заправляешься там Где КамАЗ Допустим Подъехал Заправляться Если КамАЗу что-то не то нальют Он обратно Вернется И как хранит Слов Всех разнесет Да Он разнесет Это самое Сильвер Сталлонов Я слышал эти истории Только смотри За каким там Ивека Даф Вольво Ман Вот они такие Вот С ними лучше не связываться Сейчас приедут Эти большие злые машины Они тут Всех раздавят Всех несут И так далее Ты вот заправляешься Ну это такой детский совет Правильно? Ну что ты будешь Я не знаю Я спрошу Ну вот Детский все А я тоже не знаю Я всем говорю Не покупайте дизельные машины Это мое личное мнение Хорошо Именно по этой причине Только по этой Я их боюсь Правильно готовьте к зиме Советует вам Михаил Колоночкин А в связи с этим Никогда не покупайте Дизельные машины в России И вы всегда будете готовы к зиме Слушай Ну если глобально К машине вернуться Ведь самая дорогая деталь Это естественно кузов Ну кузов Как-то его к зиме надо или нет? Ну мотор что ж дорогой Нет Ну мотор ладно Мотор можно перебрать Кузов-то теперь же не делают Как на Вазе раньше Кузов первый комплект Кузов там Третий комплект Сейчас у меня такое ощущение Что народ какой-то очень богатый стал Это раньше покупали машину Там ну если не на всю жизнь То на пол жизни И поэтому Этого же гуленка Его там холили Драили там тряпочками Там гдрерскими Этими всякими У меня был народный рецепт Вот этой вот Мозилки Значит там Ну зверский состав был конечно Кашинтикор А сегодня В общем-то Люди ездят Ну года два Три Четыре Потом говорят Что машина старая Да пора менять И как-то И при этих условиях Хочет думать о кузове Как-то Это никто особо не хочет Ну тогда скажи Вот автолюбители Там 30 лет Тем более что за это время В общем с кузовами Как правило Ничего такого не случается Ну появляются Отдельные точечки Где-то под Молдингами Где есть там Это если машина новая А если уже в возрасте Ну если уже в возрасте То и ты ездишь на старой машине Ну ты прекрасно все знаешь Но если появляются ржавчины Ну что ты с ней сделаешь Ну остановить ее можно? Ну как Ну можно остановить Ну локализовать хорошо Как-то вот понятно Что не остановить Ну хотя бы Это уже для умельцев Там Потому что если металл пошел Ну что ты с ним делаешь То он уже пошел То он уже пошел К сожалению Слушай Я считаю что машину нужно мыть зимой Чаще Но после того как ты ее вымыешь И там 15 минут проедешь По любому городу А потом еще и состав краски То нынче совсем другой Там в угоду Так сказать Этим выбросам Химии Этим парниковым эффектом И так далее Теперь краска-то на водной основе Вот так вот Я 5 раз за зиму вымою Да кого 5? 10 И что к ней будет к весне? Лакса сойдет точно Да ладно Не сойдет Не сойдет Не сойдет Да ладно На хорошей моечке На тепленькой Ага Да еще покроют Какой бякой Там вот тебе скажут Вот там горячий воск Это вот такое покрытие На две недели Тебе приятно На машину денег не жалко Это на себя жалко Это да Вот я поэтому и спрашиваю На машину денег не жалко Автолюбитель 30 лет назад Автолюбитель сегодня Автолюбитель тогда мог бы Трехчасовую лекцию прочитать На тему Как подготовить там Ну не знаю Москвички к зиме Да 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 Начиная от всяких ухищрений Как тормозить Как трогаться Там возить эти коврики Прорезин и так далее Автолюбитель сегодня А как вы? А? Ну тогда был главный совет Как вообще допустим Пустить мотор Так вот скажи Общество потребления Все-таки нас побороло? Или как? Я считаю да Мы стали потребителями Мы не стали владельцы машин Мы просто Мы просто наездники Мы не знаем что Машина где Мы можем только сесть за руль И нажать там кнопочку Или перернуть ключик Дальше Что в этот момент происходит Это уже ТРНК Это у терминатора Там помнишь Как он там смотрит на машину И у него там схема такая Выстраивается Что куда идет Что куда течет Мы же этого ничего не знаем Сегодня В большей томасе Да какая там ради Что куда идет Куда только идет Идет он там вообще Куда-нибудь теперь идет Мы вот так делаем И все И поэтому все остальное Уже никому не интересно Стало Мы берем телефон Мы не знаем как он работает Так что выходит Правы те Кого мы опросили Ну пусть с запасом По осени Но будут ли они готовить машину к зиме И они все сказали Ну зимний резина и все Нет Нет Они не правы Потому что все равно Что-то делать нужно Но если ты не можешь Что-то делать сам То поручи это другому Сервисы никто не отменял Правильно Я боюсь другого Сервисы скажут Ну переобудь колеса Да и ладно Нет Ну в лучшем случае Нет Ну это обязательно скажут Ну проверить Извини Грубое состояние Того же аккумулятора Ну самое банальное Что можно сделать Самый плохой на свете Тогда давай подытожим Все-таки Должен ли быть полезный итог От нашего с тобой беседы Значит Посмотрите В каком состоянии аккумулятор Да Обязательно Посмотрите в каком состоянии Там уровень хотя бы Тасола в решительном бачке Если найдете где он Да Мы с тобой про масло Ничего не сказали Про масло Ты сам сказал Что 0W Нет Я очень советую Периодически Проверять его состояние То есть То есть 30 секунд 30 секунд Очень просто Простейшее Вынимаем щуп Масло Если мы его найдем И капаем каплю масла На газету хотя бы Что мы там должны увидеть Если масло растекается Концентрическими кругами Езди дальше Если эта точка зависла То кричи крову Михаил Калочкин Сегодня рассказываем О полезных советах Как подготовить машину к зиме Думаю Вы это Сегодня зимой подготовитесь Он рассказал такое Без чего нам зимой Увы Всего доброго Удачи Редактор субтитров А.Семкин